Всем привет! Сегодня мы хотим вам рассказать о новинке от итальянского производителя Willer о новом велосипеде для кросс-кантри двух подвесе и это новая генерация версии 110FX под названием Urta Willer полностью перетряс свою предыдущую модель и сделал кучу инноваций, изменений, чтобы сделать кросс-кантриный велосипед еще более заточен под кросс-кантри учитывая все требования как профессиональных спортсменов, так и любителей основной задачей производителя было сделать максимальный симбиоз соотношения того, что требуется байкеру и он все постарался вложить в этот велосипед ну давайте познакомимся с этой моделью поближе это абсолютно новый велосипед в отличие от многих других производителей мы можем видеть с вами, что он достаточно уникален нет каких-то повторяющихся элементов практически ни в чем сразу можно смело сказать, что данная модель имеет свой индивидуальный вид и дизайн это большой плюс для итальянского производителя ну и давайте углубляться что же они здесь сделали по сравнению с своей предыдущей моделью 110FX самое главное, что они сделали они изменили полностью задний треугольник теперь перед нами представлена конструкция монокок с укороченной длиной базовая длина сейчас составляет всего 430 мм это один из плюсов второй момент все велосипеды снабжены новым типом дропаута которое при поломке защищено максимально и даже если дропаут или переключатель сломается то при данной конструкции велосипед может дальше продолжать движение вот такая интересная штука второй очень важный момент в задней подвеске в задних перьях это усиленное ребро которое находится между верхними перьями и усиливает торсионную жесткость следующий этап это новый абсолютный линк подвески который интегрирован в раму сейчас попробуем понажимать заблокируем вот так вот эта система работает вы видите что полная интеграция виллер в этом узле сделал очень много изменений во первых вы видите положение амортизатора горизонтально нестандартное в отличие от других производителей второй немаловажный момент виллер использует более длинноходный амортизатор в этой конструкции и в базе уже установлен амортизатор не 165 расстоянием по осям а 190 и с ходом не 38 миллиметров как мы привыкли а с ходом 45 миллиметров соответственно данное изменение в амортизации позволяет сделать подвеску еще более чувствительной и для нас для любителей это очень важно когда мы чувствуем работу не только при ударах но и при езде просто по неровной дороге по корням данная подвеска должна будет отрабатывать на все 100% при всем при этом конструкция подвески и углы расположения амортизаторов сделаны таким образом чтобы максимально убрать потерю энергии при педалировании и это очень важный момент конечно мы сейчас не можем 100% утверждать что данное решение работает но когда мы испытали велосипед мы естественно можем это почувствовать как оно работает я имею ввиду как подвеска справляется при педалировании не в заблокированном состоянии понятное дело когда вилка заблокирована или амортизатор то она абсолютно жесткая то есть вообще не промять это будет жесткий велосипед но мы не всегда едим на заблокированном амортизаторе есть корни есть сингл треки где подвеску не хочется заглушать и мы как раз это проверим производитель уверяет что здесь максимально сделано все для того чтобы не тратить вашу энергию на преодоление вот этой амортизации переходим дальше еще одна новинка которую предлагает виллер это новый монококковый руль соединение выноса и руля в одно единое целое дает нам несколько больших преимуществ ну про дизайн можно не говорить действительно с точки зрения дизайна этот руль очень красивый по эргономике здесь выдержан абсолютно все правила есть угол уклона есть эргономические держатели есть достаточно хорошая длина для того чтобы отрегулировать под любую ширину плеч вынос имеет два варианта 60 и 70 миллиметров это более чем достаточно для современного кросс-кантри и длина руля 740 миллиметров вся монококковая конструкция весит около 280 грамм и я кстати не сказал о весе рамы данная рама в размере m полностью снаряженная укомплектованная карбоновым отбойником весит 1740 граммов мы не говорим об этом весе что без линков без защиты без еще чего-то можно раму сделать еще легче мы говорим о весе снаряженной рамы поэтому возможно может быть кто-то слышал более легкий вес естественно есть более легкие рамы но давайте посмотрим сколько изначально на эту раму установлено когда взвешивают и говорят о ее весе важный момент который мы обсудили для кросс-кантрищиков которые ездят по камням съезжают серьезные спуски в раму бьет всегда осколки гравия камня здесь предусмотрена карбоновая защита трубы в которую из-под колеса летит все и эта деталь съемная если вы ее разбили то вы разбили не раму вы разбили защиту можно ее заменить еще одна маленькая но очень важная деталь современного велосипеда для кросс-кантри это штатный успокоитель цепи раньше виллер это не предлагал он предлагал что-то поставить дополнительно сейчас все топовые велосипеды комплектуются штатным успокоителем и это круто это круто потому что что такое потерять цепь по арене гонки все прекрасно знают это досада это секунды минута в зависимости куда она упала и как застряла поэтому мы надеемся что на этом велосипеде проблема решена окончательно теперь поговорим о карбоне виллер в своей этой новинке использует карбон который используют в своих топовых шоссейных рамах это название этого материала хас модус и обозначает технологию которую виллер используется уже не многие многие годы это когда идет бутерброд из карбоновых волокон вы знаете что карбоновые волокна между собой соединяются специальным клеем положили его слою карбона потом кладется слой полимера новый слой еще слой полимера и так в зависимости от расположения частей рамы где-то больше слоя где-то меньше где-то более усиленный где-то менее усиленный создается с разным сечением карбоновая рама что дает полимер в первую очередь он гасит вибрацию которая обязательно будет при езде на жесткой раме на виллерах на всех абсолютно виллерах включают топовые шоссейные легкие велосипеды благодаря этой конструкции благодаря этой технологии добавления полимера между слоями карбона рама становится намного комфортнее при всем при этом она не теряет в жесткости она не теряет сопротивление в торсионной устойчивости но вертикально она гасит все удары которые мы с вами принимаем когда я на велосипеде на шоссе на велосипеде нет амортизаторов это чувствуется вдвойне здесь конечно помогает подвеска но тем не менее правильный топовый хороший карбон помогает работать этому велосипеду правильно и в первую очередь с комфортом для вас что здесь еще интересного естественно как и все современные рамы биллер изменил угол наклона вилки максимально вынеси его вперед для того чтобы вы могли атаковать спуски любой крутизны данный велосипед рассчитан на управление со спуском градиентом 30-40 градусов представляешь такой практически артикальный спуск и на таких спусках фактически только вы сами можете управлять ситуацией потому что именно от расположения вашего тела на велосипеде на какой точке относительно велосипеда расположена плюс ваше науки умение позволит вам не перевернуться через руль а рама на это рассчитана если вы умеете проходить такие технически сложные спуски то этот велосипед на это рассчитан только нужно ваше умение дальнейшее это даже не инновация это скажем мода для всех современных велосипедов это полная интеграция то есть мы видим с вами что все проводка все гидролинии все спрятаны в раму здесь решено это достаточно интересно мы видим что абсолютно не мешает уход тросов и гидролинии в раму управления ничего не стучит не задевает все работает с плавными углами для нас это очень важно соответственно мы понимаем что в данной ситуации не будет никаких перегибов не будет ухудшения переключения если она у вас механическая как на данном велосипеде и не будет загибов у гидролинии соответственно тормоз будет всегда работать правильно давайте проследим куда уходят рубашки из рулевого стакана мы видим что они все спрятаны в рубеле и дальше они выходят внизу возле каретки один кабель гидролинии уходит в тормоз и прячется снова в перо слева и кабель переключения уходит также в правое перо и выходит из рамы и подходит переключатель здесь все продумано красиво видите что нету никаких излишних петель загибов движения оболочки и ее расположение просто гармонично вот такая вот новинка по комплектации как многие из вас уже знают мы велосипеды собираем под заказ данная рама приходит полностью разобрана и в нашей компании вы можете выбрать свою комплектацию отталкиваясь первую очередь от бюджета вторую от ваших пожеланий и потребностей мы можем вам собрать данный велосипед на простом оборудовании начальном уровне чтобы иметь фюзеляж для дальнейшего роста и апгрейда велосипеда либо если вы уже продвинутый спортсмен и вам нужно все максимально качественно и только лучше также можете заказать у нас комплектацию максимально либо это будет Shimano XTR либо это будет с RAM 2X либо это будет с RAM AXS электронный на ваш выбор вилки мы также ставим и амортизатор Fox мы представляем эту марку на российском рынке поэтому помимо того что мы вам предлагаем одни из лучших амортизаторов мы еще гарантируем что мы их сможем обслужить при эксплуатации велосипедов в конце сезона либо подготовить гонки и так далее подсидельный штырь на данной раме стоит стандартный подсидельный штырь диаметром 27,2 мм и на данный момент этот велосипед не комплектуется дроппером и мы не можем предложить вам на этот велосипед дроппер хотя существуют какие-то штыри которые дают эту функцию но мы не знаем их качество мы ждем с вами начало 2022 года где Fox предложит новый штырь трансфер SL для кросс-контрейных велосипедов и он будет как раз уже с диаметром 27,2 мм и те кто уже задумаются о велосипеде на следующий год могут заказать опцию штырь дроппер и у вас в итоге будет абсолютно полноценный велосипед для кросс-кантрей так что вот такая вот интересная модель еще раз назовем модель называется от SLR и это новое имя на рынке кросс-контрей мы надеемся что спортсмены команды Виллер как в России так и за рубежом в скором будущем оценят характеристики данных велосипедов заполнят своими отзывами свои социальные сети и появится фидбэк от наших спортсменов которых мы планируем посадить на эти велосипеды в следующем сезоне спасибо за внимание до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч